Почему убивать плохо? Бывать и надо. Смотри на человека реально обезьяна. А наша книжка про ад. Еще в продажу не поступала. Сыны Божьи, потом Кисифа, увидели, что больно красивые девки там у них. Совокупление из зеркала отвратительное, потому что они увеличивают количество людей. Зарплата, сосиски в холодильнике, не знаю, зеленый горошек. Можешь создать нового Адама шестирукого, двухногого, пятиголового, который будет сам рожать себя. Ты клон. Внятный, конкретный мужчина. Дорогие друзья, привет. Мы снова на программе оскорбления чувств. Приготовьтесь. Сегодня точно ваши чувства будут оскорблены, потому что мы читаем Библию с Антоном Адасинским. Вот провокация. Неожиданно. Ладно, сейчас справились с этим вопросом. Ладно, смотри, начнем сначала. Где-то три года назад мы с тобой познакомились. И когда мы знакомились, я знал, что Антон Адасинский – это участник группы Авиа. Чем больше я тебя знаю, тем больше к твоему имени нарастает всяких регалий. Окей? Да, например. Например, Театр Дерева. Художественный руководитель Театра Дерева. Да. Да. Я недавно посмотрел фильм про лицедеи 1984 года. Да. Сорок лет прошло. Ты нас волосами молодой. И в самом, так сказать, золотом составе, назовем это так, лицедеев. Когда это осисяи, когда блин-блим-блим канарики и все такое. То есть актер театра лицедеи. Уваженный руководитель Терева. Участник группы Авиа. Что еще? Ну, очевидно, актер театра и кино. И такое есть. И в кино снимаюсь, играю. Нет, в чужих не играю в театрах, только в своем. Но в кино, да, кино. Музыку пишу свою сольную. Картинные не рисую, скульптурами не занимаюсь. Еще получается танцор балета? Десять лет в щелкунчике. Сейчас всплакну просто. Да. То есть это не у каждого, конечно, такая биография широкая есть. Но когда тебя представляют, вот если бы мне нужно было выбрать одно слово, актер или какое слово? Актер и музыкант. Актер и музыкант. У нас в гостях сегодня Антон Адасинский, актер и музыкант. А подожди, это мы у тебя в гостях? Да, кстати, у меня в гостях сегодня Евгений Раскатов. Он представится сам, потому что там очень сложное наименование в должности. Настоятель Анны Кирхе. Настоятель Анны Кирхе. Да. Надо сказать, что интерьер как нельзя лучше подходит для нашей передачи. Заспойлили, мы будем считать про потоп. Смотрите, тут и радуга, тут и какой-то, знаете, такой хаос. И пустота, и все одновременно при этом. И все чего там собрано, чтобы одиноковчег. А, кстати говоря, вот за моей спиной афиша, там про клоуна сказано. Клоун тебе применимо? Ты клоун? Я клоун. Клоун? Я очень смешно. Ты очень смешной? Глаз не оторваться, и со смехом можно упасть. Я еще нехорошо что-то говорил. Слушай, ты сейчас говоришь, я ухахатываюсь. Смотри. И будем жить вечно. Не пропустите, не упустите. Клоуна Бим и Бом дарят уважаемому публике бесконечную жизнь. Это вымышленный спектакль? Это из какого-то кино? Это сцена из кино, из нашего, называется «Божественная комедия». Прошу прощения за такое наглое, крепкое название. Где Данте есть, но там есть, скорее всего, только финал. «Любовь, что движет солнце светило». Это финал книги «Божественная комедия». Вот об этом мы и говорим. И там есть момент разговора поэта Вигилиева. Он говорит, что, чтобы жить вечно, необходимо уничтожить одну вещь в мире. Время. Время в той книге находится в трех апостасях. Спиральная, линейная и вертикальная. Нам читали лекцию по этому году. Хрон, Скайрос и так далее. И люди приходят в цирк, где наш главный герой – мальчик. Увидят плакат, думают, бау, вечная жизнь, мальчик 11 лет. Прибегает в этот цирк, в городе Тишинске, там все было поставлено. Мы снимали на Байкале. Там реально, ребята, вы не поверите. Это в середине пустыни стоит тент полузгнивший. Висит какая-то странная полуздохшая надпись. Там уже ничего не происходит. Название цирка «Золотая Орда». Там была конная какая-то история. Потом то ли лошади устали, то ли народ не пошел. Цирк уехал, а тент остался. И вот в этом продуваемом тенте мы снимали кино. Когда зашел впервые посмотреть в это место, я зашел, увидел эту сцену, увидел своего сына Давида, представил себе декорации и слышал аплодисменты. Думаю, круто, я не выспался. Реально аплодисменты. В пустом цирке, поднимая голову, сгнившие обрезки тента, бьются по ветру. И поднял свете, это были звуки аплодисментов. Вау. Вообще. Мальчик приходит в цирк наш, Давид. Выходит на сцену два вот этих веселых клоуна, очень веселых. И говорит, дорогой, фуликан, начинается обычный скетч. Будем жить здесь? Да, да, да. Сейчас будем жить здесь, что у нас есть она приманка, они ложатся спать. Приходит будильник такой здоровый. Третий клоун к будильникам, по башке этим молотком звучит. И они гоняются за ним и убивают будильник. Так, время убивается, время останавливается. В зале тишина, лежит труп будильника на арене, два клоуна, объясняя товарищам, что теперь мы будем жить вечно, потому что время остановилось. Возникает черная тень спиральная. Это будет до самолюжа утром. Солнце падает сквозь дырку в тенте прямо на центре арены. Попало просто, мальчик стоит в черном костюме в центре арены. Как солнечные часы ложится в тень. Вспышка, звук колокола, режимонтажная, давит, улетает куда-то. Вот и все. У этих два товарища убили время. Вот такая как бы сцена. Давай попробуем связать. Смотри, есть цирк, есть церковь. Вообще слово очень похоже. Цирк, есть песня такая. Да, да. И дальше есть священник, есть клоун. Есть ли что-то в работе цирка, духовное, и в работе клоуна, то, что помогает человеку соединиться с чем-то духовным, с небесами? Есть. Расскажи. Улица Блохина, 77-я школа. И мы, дети маленьких, 56-й класс, бегаем в Владимирскую церковь. Бабки ругаются, с нас дирают эти пилотки, наши галстрии, потому что нельзя в такой форме все. А нам интересно, потому что такой мир мы не видим вокруг. Мы видим обычный, булочный, социум такой. А тут приходишь, золото, блестящие какие-то окошки странные, люди какие-то нарисованы. Это князь Владимирский собор. Да, да, да. Да, да, да. И такого не бывает. Это, по крайней мере, не похоже на школу и на замуча, уж как точно не похоже. И нас заинтересовала сначала визуальная часть. Мы не понимали, о чем поют. Но когда вытекали голоса, у нас поднималось левое ухо, и мы слушали непонятную вещь. Понимали, что люди делают то, чего нам неведомо, но это являлось каким-то дверью в чудо. То есть там есть то, чего нету в реальной жизни, и туда приходят люди за этими чудом. В цирк приходят люди посмотреть, как можно сделать то, что не бывает. Тоже за чудом. Четверное сальто назад, такого не бывает. Пока на одной ноге прыгать не бывает. Крехоганное велосипеде не бывает, тоже чудо. Кролики, шляпы вообще настоящие чудом. Это вообще, да. Словом, встал на задние лапы и угадал число в 48 в пятом ряду. Не бывает, чудо. То есть поход за чудом есть в два места. Сначала было в три. Так, а третье. Третье это был театр. Сейчас как бы театр больше не работает, там чуда нет. Если остался у нас церковь, осталось и цирк. И я работал с Славом Павловной Клоуном в 2004 году. Жил на улице Блохина. Утро у меня была в голове клоунада. Скетчи всякие там удивительные, а сисялия там. А во главе стояла как бы церковь. Можно я перепрыгну на другую тему сразу, потому что сейчас я сам себя собью. У меня вчера была лекция, встреча с студентами в кино и телевидении здесь в Питере. Думаю, все придут такие сухенькие студенты, будут просто сказать, а кому-то надо сказать, пожалуйста, ваше лучше впечатление, ваше лучше любить. Там человек 300 набил, все горящие, все заведенные, все прочитали, подготовились, не читали. Спрашивались, было очень смешно, весело, я там юморил немножко, шутил, девчонки. И потом такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот у вас есть 10 миллионов долларов, все что угодно, куча денег, возможности, техники, группа, реквизиты, море гумеров, лучшие звезды, оплаченные. А что вы стимите фильмы? Я задумывался, и все задумывались, потому что я все реже, все сценаристы, а я че, почему? И такая, почувствуем, такой сидит в зале, все скрипят головой, и начали думать, давай с ним как бы о детрождении. Ну это не детролог, а вот, дай с ним, чтобы было всем понятно, президентом, мечтаном, педагогеном, разные из них. И тут я вспоминаю, церковь, собор, четко вижу, четыре сопла и сама ракета. Я помню, что это кто-то видел, корабль инопланетный, и по форме, по образу и подобию был построен церковь. Это точно корабль, полностью повторяет восток один, полностью, посмотрите, пожалуйста, четыре сопла, двигатель, первая ступень, третья ступень, как бы, вершин. Думаю, так, я, наверное, на пути. То есть, оказывается, кто-то что-то видел, и нам нужно догадаться. Поэтому сейчас делаю паузу, жду следующих комментариев. Ну давай так, смотри, работа священника, она в том числе, чтобы немножко человека обличать. Клоун делает то же самое, он высмеивает, и в этой юморе указывает, ну, скажем, на страсти. Очень аккуратно человека тоже обличает. Что еще? Помогает ли он человеку возвыситься? Слово клоун очень сильно инфляция случилась в слово клоун, потому что сейчас мы назовем клоун кого угодно, там, вплоть до... Ну да, даже в верхней своих, что-то не работает. Клоун – это большая буква. Потому как клоун является мировой выхлопной трубой, через которую ты можешь выпустить пары любого человека. Сказал, великий клоун Гручи Маркс, воспалить где девушка по улице, каждый хочет хлопать по попе. Никто не может, клоун может, и она будет смеяться. Тут два тезиса. То есть ты можешь делать жесткие вещи на сцене или на арене, и ты должен быть готов к тому, что ты должен сделать так, чтобы это не было агрессивно и негативно. Клоун – это звезда вечера, это сольный человек, постоянно работающий, постоянно поднимающий шуткой, прежде всего, настроение. Твой вопрос о том, может ли он обличать? Конечно. Но на обличении не может закончиться ни твоя лекция, ни скетч клоунский. Должен закончиться катарсисом, ответом и показом на двери, куда нужно зайти, или куда нужно влететь, или кем нужно влететь, чтобы это твой грех, извините за слово, потихонечку смылся, сдулся и исчез. То есть вот это не все клоуны могут. Обличать могут, шутить могут, журон крокодилы работает, шутки, а выход показывают не все. Вот катарсис и точный финал клоунады в твоей лекции, точное указание, что же нужно делать, чтобы это в тебе пропало, вот это схоже. Это схоже. Потому что в книжках об этом не написано, ни в твоих, ни в наших. Там, в принципе, идет постоянно назидательная история, пальчиком тыкают, это нельзя, туда не ходи, это не пей, то не кушай, с этим не дружи. А ответ звучит редко. Даже в серьезных книгах, там, как мы сейчас упомянули, в «Божественную комедию», есть назидательность. От нее, конечно, сразу сидеешь и стареешь. А подсказать выход не все могут. Это нужно хорошо знать материал. Ты упомянул, что сейчас у тебя была лекция, мастер-классы. Понятное дело, что есть техники, которым ты обучаешь. Есть ли какая-то в этом миссия или, назовем так, идейная сторона, что ты вносишь в этот мир? Я с опаской вношу в моих студентов, ближайших уже сотрудников, прежде всего, разные техники актерские, которые, в принципе, на выходе должны помочь человеку, который пытается быть актером, перевоплотиться. Слово «недорогое», там 28 согласных, одногласное. Стать другим человеком. Изменить моторику, тембр голоса, окраску, ритм, скорость мышления, лексикон и полностью стать неузнаваемым человеком. Потому что мы поначалу играем людей. Ну, они ходят мимо нас на улице. Они тоже две ноги, две руки, похожи на нас. В центре тяжести другой, осаночка, тяжесть, воспоминания. И мы сканируем, мы видим, что это не Антон идет, другой человек, это Василий Сергеевич идет. Вот ребята учатся перевоплощаться. И потом мы доходим до точки ответственности. Потому что, принося в мир душу, которую Бог не рождал, ты берешь себя в функцию Бога. Если ты это понимаешь, то твой актерство становится с очень интересной подписью. Ты увеличиваешь количество людей в мире, душ, а души не исчезают. Поэтому нас лицедеев на территории церкви не хоронили. Потому что мы начинаем игру с неприкасаемыми вещами. Ты это используешь вне театра и кино? Ты бываешь и не тобой? Да, да. Вне самозащиты. Попадаешь в ситуацию какого-нибудь офиса, разговоров, денег, подсчетов, разборов каких-то. И начинаешь понимать, что любишь сейчас себе спорча вечера, либо нужно стать нормальным работникам, да, да, правильно, это не в зебете. А почему это не в балансе? Это в балансе должен быть? А почему? Как не в балансе? Здесь же минус в зебете, это минус 15 штук. Ну вот. Так кто считает, Сергей будет считать? Позвоните ему. И начинаем играть игру озабоченного этой сметы товарищей. Ему легко, ему легко, и дело идет. А если буду ксеть Антон напрягаться, ну чего там, 5-15 тысяч, это будет не тяжело. То есть я превращаюсь в ту ситуацию, в какой я должен находиться. А такие ситуации некомфортные бывают довольно часто. В магазине, в булочных, где приходится нормально общаться. Не надо мне мешок никакой. Вспоминать ситуацию с детства, когда я или мне надевали костюм. Я в костюме. И я в костюме еду в метро. Даже в детстве, ну, стоять я не любил. Хотя взрослые говорят, что, типа, дети должны стоять. Я любил сидеть. А в костюме я не могу сидеть. Я должен стоять, потому что я в костюме еду. Знаешь, там, может, с галстуком. И костюм меня изменил. И сейчас это то же самое. Я же прихожу в церковь, я надеваю, ну, литургическое облачение. И, может быть, в силу, ну, там, своего темперамента, мне неловко выходить куда-то и кого-то назидать, учить или что-то такое. Но теперь я не я. Теперь, как бы, я переоделся, у меня такая работа. Я это должен сделать, потому что, ну, ради этого я, собственно, здесь и нахожусь. Это прикольно. И вот мы теперь возвращаемся в твой пластический театр. И теперь, получается, твоя пластика, она немножко превращается в желеобразное состояние, которое в зависимости от ситуации перетекает из одной формы в другую. И теперь смотри. Я прочитал, ну, ладно, не я. Наш редактор прочитал твое интервью в «Коммерсанте», где ты называешь себя военствующим атеистом. А сейчас ты сидишь и просто вообще на голубом глазу такие всякие духовные штуки выдаешь. И я думаю, подожди-ка, ты сейчас играешь или тогда играл? А ты сейчас подстраиваешься по ситуации, что у тебя, знаешь, рука на библии? Или ты тогда подстраиваешься по ситуации, давая интервью «Коммерсанта»? Мы совершаем некоторые методологические ошибки. Во-первых, это было тогда. Тут очень тонкий вопрос. Мы сейчас можем попасть в оскорбление кого-то, чего-то. Потому что сейчас вернусь к кольцу. Мы сейчас очень хитро поступим. То есть я ответил студентам, наконец, с этим вчера, что я знаю, о чем выяснил фильм, как это будут все возможности. О том, что в мире есть присутствие вещей, знаний в книгах, в артефактах, в археологии, в картинах. О том, что мы не одни. Существует некие, вот я сейчас скажу слово, которое меня, в принципе, устраивает на сегодняшний день. Некие силы, которых в разных странах, континентах, островах и полях можно назвать любыми названиями богов. Обычно говорят, там что-то есть. Присутствие как бы свидетелей этих сил, действующих как бы на наше сознание, оно существует конкретно. Был дешевенький фильм, снятый много лет назад, называется «Назов будущий», что-то такое. Там мельком примелькнула история одной плиты. Я полистал эту историю, когда один археолог американский рыл три месяца в году ступень вниз под пирамидой Басеков. Дожди нельзя рыть, еще три месяца. Четыре года рыл бетон, цемент, бетон, корни, рыл, рыл, стена, пробили, опять ступеньки. Да что ж такое, пробили, четвертый год, еще одна стена открывается, отбывается стена, плита метров шесть на четыре, такой толщины каменной, на ней выбитый рельеф, выбитый рельеф. Сидит человек в сольном, в одноместном звездолете. Здесь у него окуляры, ручки на рычагах, задница на мягком сидении, сопло сзади, нос, вылетают огни, и ты видишь вот этого летящего человека. И у него и теперь я цыгский. Плита называется «Летящий бог поленки», можете глянуть хоть сейчас. «Летящий бог поленки». Вот оно. И потом я стал смотреть в другие места, которые называют «О, чудеса», «О, чудеса», «О, чудеса», «Бальберская веранда», много чего. И понимаешь, что знаки были нам показаны, мы их пропустили в уши, и в книгах они были. Я бы снял об этом фильм и сказал ребятам, что вот эта тема, присутствие, указание нам о том, что эти силы нам намекают, что вы здесь не одни, мы тут. Смотрите, такие чудеса вы не сделаете, это сделали мы. Мы пропустили немножко этот момент. Поэтому я атеист, наверное, слово какое-то левое. Я верю в эти силы, верю, что я маленький червяк. И чем больше я верю в то, что есть огромная командная система, руководящая нашей жизнью, тем меньше основы, тем меньше у меня как бы надута шишка и задра нос. Тогда я это слушаю. И тогда меня ведут. И тогда мне легче работать, выступать, творить, писать книги, писать музыку, потому что я слушаю команды. Возможно, это голоса. Возможно, в дальнейшей личности вызывайте скорую помощь. Но если я буду думать, что я тут один, понимаете, и тут я сам по ним писаю, я ничего не сделал. Ни в театре, ни в музыке, ни в чем. И система этой марионетки указов, она неплохая. Это не то, что я отсюжду. Иди на кухне, сфори, кофе. Голоса. Пошел варить в кофе. Это сложнее. Я сам сетя голоса придумал. Это не сумасшествие. Это на границе, в принципе. Можно назвать словом вдохновение? Вдохновение сложно предполагать, что что-то извне. Как будто бы человеку, используя его дары, таланты, какие-то качества. Вот это что-то побуждает тебя к чему-то, к чему ты сам как будто бы не догадался. Оно не поверяет. Ты должен его включить. Это огромная машина, долбящая твои мозги, использующая твой опыт, память, всю генетическую, родовую происхождение. Это огромная система, находящаяся вокруг тебя и в тебе. Ее нужно завести. И потом она заработает, даст себе вот это вдохновение. Просто так с неба она не свалится. Нужно напрячься, вспомнить, начать работать с нуля, с ерунды, с бумажки, с первой ноты. Потеть не на два дня. И вдруг вот эта машина захерачила. Кат заработала и возникает приход творческий. То есть надо это делать. Это просто так сидеть на столе, сейчас схлопнуть форточка и я напишу еще раз. Полдинскую осень всю. Не получится так. То есть это надо работать. Отключать бумажку. Очень хорошо. Рычагом. Очень хорошо. Расскажи про твои взаимоотношения с Библией. Они у тебя вообще есть какие-то? Нету. Я проходил... Я начал читать, а потом в камеру попался какой-то безумный болтунный знаток всего. Я сказал, что и вагонии там не четыре, их там двенадцать, они все разные. Грузил, грузил, грузил. Я все еще как бы с ней ездил и ехал, я в Ужгое, по-моему, на вступлении. Ко мне в позе сел абсолютно пьяный человек. Но пьяный как офицер для Синины, тоже все понимал. Четкая дикция. Четкое понимание, что он говорит. Абсолютно неуменяемый. Но очень все понятно меня. Спрашивал молодой человек, что в руках, люби бы я. Вы повторяете, изучаете, знакомились? Угу. Бог есть? Я говорю, я до конца еще не дошел, сейчас там будет ответ. Отвечу. Не шутите со мной. И там пошел напряг, купая двоих, говорит. Вы понимаете, что он Бог всемогущий. Я говорю, да, вот я уже почитал. Бог делает плохие вещи. Я говорю, не должен. Как бы о том речь. А почему мы гамни живем? Я говорю, потому что эта книга написана не здесь. И не для нас. И мы подкинули это искушение. Молодой человек. Это написано там. А наша книжка про ад. Еще в продажу не поступала. Я уже плохо помню этот диалог. Это был поворот для меня. Что эта книга написана не здесь, не для нас. Мы просто почитаем, а живем в другом мире по другим книжкам. Это меня очень сильно подвело. Я стал рестать Тору, потому что я еврей. Коран. Немножко познакомиться с книгой судьбы. И нашел многие аналогии. И потом я так устал. Я постарел. Я перестал делать как выступать. Замучился. У меня будет депрессия, потому что мне никто не мог дать правильный совет на эту тему. Я перестал это пока читать. И на время отложил. Потом я когда-нибудь вернулся. Совсем другой стороны. Мне продолжают делать спектакль в Будапеште по поводу вечного жида. Агросфера. Я немножко познакомился с этим материалом. Вдруг увидел такую странную вещь. С разных сторон увидел. Простым языком. Идет человек, тащит крест. Голгоф Христос. Устал. Припал на коленки. Тащит дальше. Устал. Припал. Совсем устал. Прилег. Чуть-то прям отдохнуть в каком-то дома. Вышел дядя. Чего лежим? Голгоф. Это частная территория. Иди. Ладно. Сказал Христос. Я пойду. И ты будешь ходить до конца сведения по миру. Пока не кончится время времен. И был сречный жид. Наказанный Христом. Я подумал так. Стоп, стоп, стоп. Мстительность. У Христа мстительность. Или это наказание. Или он. Как можно подогнать русский язык под то, что сейчас случилось. Он наказал человека. Не простил, не пошел в слезах, в соплях наверх. А наказал его. И у меня опять пошел новый виток о том, что мы говорим о живом человеке. Его, наверное, хорошо это знаешь. Его слова, проповеди читать можно как угодно. Это вопрос уже насмотрится на читанности и это модификация его выражения. Причем на русском языке. А если мы откатываем на все переводы, то мы узнаем совсем что-то новое. Нам это необходимо, Женя, чтобы была книга написанная не здесь. И это искушение, как сказал тот пьяный офицер. Чтобы узнать, что оказывается, есть другой мир, где жизнь вот такая. Ну, такую мысль. Да, но ты же знаешь, что история про вечного жилая. Эта легенда, она не библейская. Она не описывается. Это просто как бы фантазия человеческая. Почему и не брали эту легенду из текстов канонических, чтобы не было мысли о том, что Христос может кому-то мстить? Надо было брать, как брали. Так ее нет. В тексте Библии нет вот этой истории. Это, ну скажем так, назовем это традиция, что-то допридумывали. Есть другая история про вечного жида. Про старца Симеона, который переводил Библию, Ветхий Завет, на греческий язык. И дошел, там есть такие слова в книге Провок Исаия. «Сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет ради сына и нарекут ему имя Эммануил». Его слово «дева» он не знал, как перевести. Потому что еврейское слово «альма» означает молодая девушка. Ну, как молодая женщина. Как у нас слово «девушка». А греческое слово, оно либо ты переводишь «молодая женщина», либо «девственница». Вот как перевести? И он думает, ну, наверное, молодая женщина. Вот девственница может родить? И тогда ангелу Астанат говорит, что нет, вот пока ты не увидишь, что девственница родит, ты не умрешь. И вот он мучается до тех пор, пока не встречается со Христом. И дальше эта история описывается, как старец Симеон приходит в храм, и где он встречает Христа. И он говорит, все, видели очень мои спасения Израилева и так далее. И он умер. Первая часть, она допридуманна, а вторая часть есть в Библии. Был ли он переводчиком или нет, это как бы легенда. Но вот такой старец Симеон описывается. Продолжаем нашу беседу с сказчиком. Давай. Да, да. Пожалуйста, тебе Библия. Шестая глава. И я прочитаю с 1-8 стих. Я несколько отрывков взял, таких вот, ну, характерных, скажем так, для этой истории. Остальное что-то мы слышали, что-то знаем. А наши зрители, они прочитают. Итак, начнем. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых и я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю их, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот же те иное. Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. Вот на этом пока закончим. Здесь просто подсудное дело. А что именно? Вместо того, чтобы сесть нормально за стол, разобраться с товарищами, с сынами божьими, которые ходили по дамам, он решил наказать дам. Папаша нечестно. Нет, всех он решил наказать. Сыны божьи не учитываются здесь, он решил наказать. Нет, он решил наказать, это людской рот. Нет, он всех. Нет, сыны божьи, смотри. Кстати, вопрос, кто такие сыны божьи, кто такие дочери человеческие? Да, да. Это на самом деле не такая очевидная вещь, непонятно кто. Некоторые считают, что сыны божьи, это чуть ли не ангелы. Но наиболее традиционная трактовка, что сыны божьи, это потомки Сифа, получается, третьего ребенка Адама и Евы, а дочери человеческие это потомки Каина. Каин был отселен от Сифа и Адама и Евы, но в конце концов они начали смешиваться, потому что сыны божьи, потомки Сифа увидели, что больно красивые девки там у них. Так а что плохого-то? Сыны божьи, красавцы, 8-метровые ходят к хорошим дамам и повышают генетику. Что же в этом плохого? Чего он расрылся от него? Я не вижу никакого, как бы, не так будет все по мелочи рожатым, как мышки, а тут приходят исполины. Я тебе расскажу, смотри. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим. Слово входить. Если мы перечнем чуть раньше, в 4 главу, оно начинается так. Адам познал Еву и жену свою, и она зачала и родила Каина. Смотри, слово познал Адам и Еву, а здесь сыны божьи стали входить к дочерям. Человеческой. То есть, с точки зрения физиологии, одно и то же происходит. Но все-таки это два разных слова. Познавать и входить. Тебе не кажется? Есть в крайней мере часто случается слово, что муж входит к жене, потому что он входит в апартаменты, входит в келье, входит в запретную зону. Он имеет право туда войти, это будет результат, он входит туда. Это как бы область женская. Это не женщина, а область ее существования в том, в стиле Корана. Здесь ведьмы дуют то же самое. Ну нет, здесь по-разному. В том-то и дело, что чуть раньше используется слово познавать, Адам познал жену свою, Еву, и входить. То есть, здесь-то как раз, ну, как мне себе представляется, конечно, что-то вроде блуда. То есть, что движет людьми, а то, что они видят, что они красивые, то есть, нет никакого состояния познать человека, здесь просто физиология такая, и вот меня эта физиология к себе прельщает. Включает постепенно, ну, хорошо, давайте это слово так увидим, будем входить. То есть, заскочить, грубо говоря. То есть, ну, тоже написано, увидел Господь, что велико возвращение человека на земле. И что все мысли и помышления сердца, их зло, то есть, виноваты, виноваты, получается, люди на земле, а товарищи, которые заходят, не виноваты. Нет, нет, а это есть, это тоже люди. То есть, это вот это слово Сыны Божьи, оно у нас немножко путает, но это тоже люди. Да. Мысли и помышления сердца, зло во всякое время. Вот сейчас мы так на себя посмотрим, а может тоже не считаемся супер ангелами, но уж не во всякое время. Все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Вот, и это, наверное, вот как такое, ну, как бы, ну, предисловие к тому, почему поток происходит. Потому что зло во всякое время. Даже про Ное, кстати, вот, ты заметил, ты написал. Ное же, а про благодать перед очами Божьими, вот житие Ное. Ное был человек праведный и непорочный, и дальше вот эта приписка, вроде своем. То есть, не то, чтобы праведный, не то, чтобы непорочный. Ну, как бы... Как непорочный, если у него было 8 дочерей, там еще были сыновья. То есть, ну, как непорочный, то есть, он не был, он... У него рожал одна жена, да, и куча детей. Трое сыновей. Дочерей не было? Не было. Вот на Ковчег, потом мы прочитаем, что вошел Ное, его жена, трое сыновей и трое жен сыновей. То есть, у сыновей были жены. Но вот эта приписка, что проведены непорочные, и дальше вроде своем. То есть, ну, не то, чтобы праведный, не то, чтобы непорочный. Но уж, какой есть. Ладно, давай продолжим дальше. Ну, хорошо, рыба, пока все, как бы, ты прекрасно все объясняешь. Нет, ты делись, что ты видишь, потому что все-таки это важно. Это предистория, эта история, меня как бы, я принимаю в любом, меня интересует следующий этап. Хорошо, ну, давай тогда перелеснем в седьмую главу, и с первых это стихи прочитаю. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в Ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде своем, и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола. Чтобы ты пропустил фразу, я истреблю их с земли, она довольно жесткая. Также из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее на земле, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь поверил ему. Вот как воспринимать эту историю? С одной стороны, как истребление всего, с другой стороны, может быть, как спасение. Вот как ты смотришь? Я смотрю на это очень просто. То есть человек, совершивший ошибку, уйду в немножко в сторону от персоналий, как бы, этих товарищей, уничтожает результат ошибки, сохраняет какие-то постулаты, основы, какие-то детали из того, что может повториться эксперимент еще раз. Я просто дальше скачу. Собирает, как кажется, репопария, животных, семена, строить ту же модель. На корабле то же самое берет, как будто же генетический фонд сажает, и не думая о том, что он просто идет по кругу, и история повторится. Он просто повторяет всю систему. Он не ищет новые эксперименты, он не делает паузу, он не думает, может, по-другому, может быть, общие семьи, может, отсутствие детей, может быть, не творя по паре, а общий коммунизм какой-то. Не поменять социальную систему, он просто делает то же самое. Пара, пара, мужчина, женщина, поехали, попробуем еще раз, может, получится. Вот это и есть для меня слабость этой истории. Потому как в 20-е годы моя бабушка выступала вместе с Калантай, такая была революционерка, на кресле Аврора по поводу свободной любви. Теория стакана воды. То есть они пытались создать новую систему, точнее, это была пропаганда, это реально работало и почти все заработало, что нету семьи, нету конкретных детей, нету социальной ячейки с настройством и зарплатой, что можно создать общую столовую 25 тысяч человек. Здесь общее, все общее, есть структура верующих в коммунизм людей, и, возможно, все это поменять. Нет, не муж и жена, они хотели убрать эту систему. Здесь же, это работало лет шесть, пока остальные вернулись обратно, муж и жена, квартира, и наследство, все пошло как обычно, вернулись обратно. Здесь вот этого приложения, а может быть не брать на корабль, это опять мужиков, женщин, может, надо что-то подумать, может быть, что-то надо не переколпатить в создании, и можешь создать нового Адама шестирукового, двухногого, пятиголового, который будет сам рожать себя, и подумать о жрицах портеногенеза, искусственное оплодотворение, рождение в воде, треугольные озера, розовый туман, беременные животы, без всяких мужиков. То есть, он не озаботился, ладно, сейчас повторим, может прокатиться. Вот в этом время слабость этой истории. Просто повторимость. И так и получилось. Где мы сейчас находимся, можно всех сейчас просто спокойно включать с дождем ручкой, и хуже земли не будет. Нет, так это повторится снова. То есть, смотри, повторяется не только сотворение. Вот ты совершенно четко заметил вот эту связь. Я, кстати, можно сказать, что сегодня, готовясь, я этому уделил внимание, что, по сути, повторяется сотворение мира. Просто немножко используется, действительно, как ты сказал, тот, кто есть. Некие наработки. Наработки, да. Просто помещаются в ковчег, так это удаляем, и начинаем заново. Только там был Адам и Ева, они были в раю, они были безгрешны, у них был там Эдемский сад и дерево познания добра и зла. Эти уже все добро и зла познали, они уже все смертные. Но все, они развратились, друг друга убивают, давайте этих вырубим хотя бы. И все создали заново. И как будто бы повторяется история сотворения. Но ты совершенно вообще во всем прав, и прав в конце. Потому что история гибели человечества, она снова повторится. Неизбежно. Ну, то есть, мы это вообще, я даже не думал туда сказать, но если мы дочитаем до конца, там повторяется эта история заново. И даже Иисус говорит, что во время Второго пришествия будет, как во время Ноя. Люди ели, пили, что там, женились, выходили замуж, пока не пошел дождь и все уничтожил. И сегодня мы действительно, то есть, может быть, мы еще не достигли состояния злого, что мысли человечества злого всякое время. Все-таки какие-то, ну, и светлые стороны этой жизни, они, ну, очевидны. Сегодня, ну, как мне кажется, человечество еще не настолько развратилось. Но, может быть, мы тоже достигнем такого предела, и финал, он, может быть, будет именно такой. Только вопрос, есть ли ковчег? Вот этот чувак в перьях. Или кто-нибудь там заберет нас куда-нибудь на другую планету? Или, ну, как-то, ну, есть возможность у нас повторить судьбу Ноя и его сыновей? У кого-то? Я думаю, что есть. И ответ довольно будет странный. Мы не знаем, ни ты не знаешь, ни присутствующие здесь ребята, ни наши знакомые. Мы не знаем, что происходит с человеком после смерти. Нет, ну, мы верим. Кто-то верит так, кто-то сяк. Конечно, мы не знаем. Это есть гипотеза научная, есть не научная. Научник гипотеза Бог есть. Это доказуемо. Это философская, скорее. Ну, это гипотеза. То есть, я ты вишь Бога, он есть, доказано. Бога нет, это не доказать. Ну, да. Дзен такой, да? Я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Но не все об этом знают. Все думают, что это, извиняюсь, что перебиваю, что это в разных состояниях. Что мы не знаем, точно Бог есть или нет. Но доказательств, что они Бога много, доказательств его отсутствия нет. Ну, хорошо. То есть, мы считаем, что если люди верят, они что-то видят в медитации, в йоге, в дзене, в чем-то еще в тантре. Они видят какие-то видения и считают, что после смерти происходят вот эти вещи. Окей, это видение, это предчувствие, это какая-то возбужденная интуиция. Они даже об этом могут писать. Тима Тиллерий, путешествие в центре циклона. ЛСД, 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 ЛСД. Режание в бассейне при температуре 36 градусов, ровно, чтобы ты не тонул, не всплывал. Писание каждые 15 минут, потому что у тебя полностью расслаблен организм. И он уходит полностью в астрал и видит то, что будет после смерти. Тима Тиллерий, по-моему, по-моему, кстати. Ну, может быть. Это неодказуемо. У меня вера в то, что касается великих знаний человека. Великих знаний. Огромного знания мира. Дисциплины мира, так бы сказал Эйнштейн. Структура мира, она подчинена законам, физике. Она больше, чем наша земля, больше, чем вся Вселенная. Если мы верим и видим эту дисциплину мира, структурированную, точную, мы никогда не умрем. Потому что наше знание отчетливо выходит из нашей головы, из нашего сердца, из тела, как эманация. И могут находиться в рамках Млечного Пути. Вокруг Сатурна могут летать или Плутона. Но это знание, это не квантовая физика растянутого человека. Тело умрет, как сибирицы-буддисты. Просто оболочка. Душа штука вопросная. Знания, мечты твои, точные впечатления о том, какая температура на солнце, в этот момент я нахожусь на солнце. То есть знания расширяются твои сильнее и дальше, чем дохлое тело, либо какие-то эмоциональные, плохо обычные наши впечатления. Поэтому я говорю в знания. Они могут сохранить человека. И в знании сохраняется лучшее. Там нет грязи, нет грехов, нет всякого дерьма. В знаниях кристаллизуется то, чем наш мир будет. Может быть не скоро. Неграмотность, тупость, дебилизм, недочитанность, недосмотренность, плохая пропаганда, умышленная неправильная пропаганда и Библии, и Корана, и Торы приводят нас к тому, к чему мы сейчас пришли. Половина на земле, если не больше войн, происходит на вот этой самой почве. От незнания человеческого, от незнания человека материала до конца. Никто это из многих моих знакомых, кто пытается об этом говорить, не читал. И эта причина огромная. Поэтому я к этим штукам отношусь очень аккуратно. Знаю о том, что есть другие книги, лежащие там, в Кэбеле, здесь, которые мой мозг вынесут после смерти очень далеко. Вынесет ли эта книга конкретно, где Господь Бог уничтожает землю и делает повороты, она для меня объяснимая. А какие книги, даются, необъяснимые? Фантастика. Где есть предсказания, и они доказаны, что, оказывается, люди, умершие сейчас уже, и мы живем под пеплом этих людей, они просили их распылиться с вертолета, братья Стругацкие. Мы весь Питер под пеплом Стругацких. Они предсказали вещи, которые не может человек все годы знать, не мог. И они сейчас, только сейчас доказывают, через 50 лет. Не, ну у Стругацких у них, кстати говоря, много библейских отсылок. Просто, когда мы говорим о литературе, и ты говоришь, что вот это не имеет значение, а литература имеет. Да кому он? Вся литература, она на библейском фундаменте построена. От Гарри Поттера до Стругацких и всех остальных. То есть, наоборот, я нахожу, что... Здесь нужны аргументы же, потому что, если ты считаешь, что... Хорошо, ну, про Гарри Поттер или про кого? Или про Сталкер? Сталкер? Ну да, про Сталкер. Что, Сталкер, да? Возьми книгу, потому что фильм так себе. Да, я, к сожалению, не могу судить только по фильму, что там есть персонажи, которые пытаются, заходят в зону, как в нечто, в нечто, ну, как бы иное, иной мир по отношению к чему-то. Это тоже, ну, есть, ну, скажем так, отсылка на, ну, я бы сказал, церковную реальность. Отсылка, когда человек живет не, скажем, не вещами обычными, когда, ну, то есть, зарплата, сосиски в холодильнике, не знаю, зеленый горошек, поездка отдохнуть, не знаю. Да, 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 да. Да, то есть, а живет чем-то, ну, назовем это так, нематериальным, идейным, то есть, его что-то манит. Дальше, ну, есть какое-то место, которое, ну, исполняя все желания, а дальше вопрос, какие у нас желания, они же идут правильно туда, чтобы... Сейчас, мы докопаемся, да, интересно, да. Да, да, чтобы это желание, ну, и дальше, ну, страх перед тем, как бы, а что на самом деле внутри себя. И вот дальше человек как в отражении перед вот этой комнатой видит, скажем так, истинного себя. А это опять-таки, в моем представлении, это типичный библейский сюжет, который тебя обличает. И не просто даже как клоун или как назидающий священник тебя указывает, а который как раз в свете. В свете чего мы видим себя? Первое, это закона Божьего. То есть, на самом деле, когда мы говорим о заповедях или о чем-то таком, это же тоже, мы же перекладываем их на себя. Стало быть, они способны нас обличить, они сами по себе несут свет. Хотя, в то же время, это вот это неприятное заведание. А с другой стороны, в примере Христа, потому что фигура Христа, она очень важна в данном случае. Бога-человека, который там воплощается, который приходит и который там распинается на кресте ради людей. И который никаких жилов не проклинает на самом деле. Как Достоевский? Он проклинает одно самокольц. Достоевский, все размышления Достоевского, они тоже библейские. Поэтому я считаю, что это есть корень всего и кино. Я удивляюсь даже. Давай уточнимся. Ты считаешь, что если человек, верующий, глубоко верующий, проводящий время один, в медитациях, в работе над собой. Ты считаешь, что его желания благородны, будут исполнены, и он полностью соответствует этим желаниям, и он смело может зайти в эту комнату желания и исполнить то, что он скажет вслух? Нет, я считаю, что верующий человек, он ищет исполнение не своих желаний, а ищет исполнение высшей воли Бога. В этом и есть как бы смысл верующего. Что ты, чего я хочу, я и не знаю. Я хочу вещей низменных, противных, как бы и так далее. Вот, а я хочу хотеть того, что хочет Бог. А я боюсь того, что в исполнении своих хотелок. В том-то и дело. Есть такой, извиняюсь, опять-таки. Есть очень-очень-очень хороший момент. Очень хорошая иллюстрация. Это самое. Два человека разговаривают, один говорит. Что такое чудо? Вот мы у Бога что-то попросим, и он нам дает, и как бы это чудо. А второй говорит. А мне кажется, чудо ровно наоборот. Бог что-то просит у человека, и человек исполняет Божью волю. Вот это чудо. Любопытный момент. Ты не читал книгу. Так вот, какая разница между фильмом Тарковской. Очень уважают твои кинорежиссеры. Картинки замечательные, все как бы. Но если ты берешь книгу этих людей, они помогали мне, конечно, снимать, писали сценарий. Не получился фильм. А книга, пикник на обочине. Вот финал фильма. Там какая-то комната, какая-то проблема. Половина какой-то атомной бомбы, находишь. Не помню, никакая ерунда. Си солонист нам что-то объясняет. Не работает. В книге «Золотой шар», наполовину закопанный в землю. Довольно серьезных размеров, там метра полтора. Может быть, золотой его никто пока не трогал. Он просто торчит. И Реддель Шухарт, сталкер, он знает, что коснешься шара, загадаешь желание, и это сбудется. Но попасть туда, в принципе, нереально. Он знает, что только в какое-то время года от экскаваторов, сдохших, ржавых, падает на дорогу. И ты можешь пройти к этому шару. А иначе у тебя там одни куски, одни силы. Вот только экскаваторы открывают дорогу. И они должны кого-то убить. Прикинь, это фантасты пишут. И они будут 15 минут отдыхать. Экскаваторы, ковши, тени экскаваторов. И тогда ты дойдешь до шара. И он идет в зону. Он знает там все дорожки. Он говорит, что сейчас время. Берет с собой помощника, парня молодого. И тени встали на место. И шар в далеке светится. И парень видит этот шар. Он знает легенду. И бежит, орет. Счастье для всех даром, пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром, пусть никто не уйдет обиженный. И бежит в тени, ворвет на куски кедр. И там в одну сторону мясо, в другую нету большего мальчика. Прикинь, это фантасты пишут. Редрик Шухов идет к шару. Говорит, господи, есть ты всесильный. Если ты понимаешь мою душу. Я ничего не знаю. Я ничего не умею. Я не знаю, что пожелать. Там очень сильно много, не буду врать сейчас дословно. Господи, он обращается к Богу. Говорит, я могу только повторить то, что парень сказал. Счастье для всех даром, пусть никто не уйдет запишет. Там мурашки по коже просто в конце этой книги. Тут никакой слакерный не пляшет. Это реально. Стурганские впервые в жизни били человека в конце книги, чтобы привести счастье людям. И ты знаешь, что это библейская отсылка? Возможно. Потому что это то, что проповедует Христос. Этот мальчик, это Христос, которого распинают, которого вводят за пределы Иерусалима. И распинают на кресте со всеми преступниками. Очень круто. Да. Который говорит, что счастье для всех даром. На самом деле, такие есть. Что не нужно. В чем разница принципиальная между иудейским представлением о Библии, и вообще о Боге, и христианским. То, что открывает Христос. То, что кроме закона, мы согласны полностью с законом, с Торой, который Господь дает. Есть еще то, что мы этот закон исполнить не можем. Вот не можем. А Христос нас прощает, дарует вечную жизнь и так далее. Не потому, что мы такие хорошие законы исполняем. Потому что мы такие же ребята, как и при потопе. А потому, что просто Бог нас любит. Вот это единственное. Так что, я считаю, что и в Стругацких тоже отсылка. Ладно, слушай, давай дальше будем читать. Потому что, понятное дело, что у нас разговор он такой. Это хорошо. Как круги на воде разлетаются. Там ключевое слово даром. Что мы? 8 главу читаем, 6 по 12 стих. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который вылетел, отлетел и прилетал, пока осушалась земля от воды. Потом выпустил он от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он постел руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежемасленичный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. Такая короткая сцена с птицами. Ну, красиво. Очень красиво. Камера начали, поехали. Этот кадр снят. Да, да, да. То есть, как бы, надежда. Вот есть такая, ну, как бы, представление надежды. А мы достигли, ну, как бы, то, в чем мы шли. И как это проверяется? Ворон полетал, возвращается. Голубь полетал, возвращается. Дальше голубь с веточкой. И дальше голубь, который не возвращается. И мне кажется, очень красиво. Тут фаншал. Голубь с веточкой, вот этот символ, который мы сейчас встречались еще в детстве. Это, думаешь, отсюда? Я думаю, что отсюда, конечно. Комсомольский вот это, да? Ну, да, мир у мир. Интересно. Да, там, кстати, радуга была. Там голубь, веточки и радуга. Да. Радуга, это что же отсюда? Что Господь посылает радугу, как знак того, что больше не повторится потоп. Что все, как бы, это завет. То есть, это знак такой завета между Богом и человеком. Ну, хорошо. Хорошо, картинка есть. Да. Надежда, Ной с бородой смотрящим дальше, ждущий там. Тебе нравится вот эта картина, что последний голубь, который не возвращается, он как бы сообщает больше, чем все то, что до этого возвращалось обратно. Да, это очень красиво. Он не вернулся, он нашел себе пристанище другое, достал этот ковчег, это мучение. И вот тот факт, что он не возвращается, как бы, вот нам, ну, Ною, иллюстрирует, что все, можно, ну, как бы, все выходить. Тогда переходим к девятой главе, и с первого по шестой стих прочитаем, ну, скажем так, это окончательно для нас где-нибудь. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказала, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашится и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы. Все движущиеся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я изыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек, созданный по образу Божьему, вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Тут, конечно, ока за ока, зуб за зуб. Давай, что зацепляет, вот прежде всего? Рыбы. Что именно? Их не было на ковчеге. И что, они отданы в власть человека? Они свободны, плыли за ковчегом, изучая, подшучивая, я так думаю. И вдруг они, безгрешные существа, которые не жили на земле, ни с кем не общались, к атлантовым гостям по ночам не бегали, эти бедные рыбы вдруг стали слугами человека. Ну, как бы не слугами, но типа им сейчас форма подчинения. Дострашаться и дрепещут, как все звери земные и все птицы небесные все, что движутся по земле. И все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Ну, что это такое? Да. Раздал всем посабливал, все вытерят цари природы. Получается так. Вы знаете, что интересно, что когда Бог творит мир в Эдемском саду, там же тоже звери все присутствуют. И там нет такого дострашаться. Там тоже, что человек возделывает сад, владычествует над ним. Но вот такого страха животных перед человеком его нет. Сегодня же так же происходит. Мне знаешь, что сказали про медведей, например? Что ты когда идешь по лесу, медведей можно не бояться. Потому что медведи, а не человека, боятся больше, чем ты медведи. Вот кабаны, они тупые, они как бы могут выйти, напасть. А медведь, когда ты идешь, веточка щелкнула под твоей ногой, он там за сотни метров это услышал и уже текает от тебя. То есть, представляешь, медведь, он боится человека на самом деле. Больше, чем человек, боится медведя. То есть, действительно, если так разобраться, то природа, она вся боится человека. Вот человек, он какой-то угрожающий линия. Ты пойдешь в метро, увидишь полупустой вагон, сидят три человека на скамеечках. Остановишься свободно. Ты же не сядешь человеку рядышком, ты сядешь на свободное место. Мы другого сторонимся. Личное пространство. Личное комфортное пространство. Поэтому мы не хорошие люди, поэтому животные чают нас. Так может быть, Бог как раз как бы вкладывает в животного? То есть, что вот сейчас человека надо бояться. Лучше держитесь от людей подальше. Ну, он открывает цирк на фонтанке, Господь Бог, собственно, на самом деле. Ну, цирк животных, тюлени, шарики, все, где мы там дрессируем, руководим, как бы колем их с наркотиками и так далее. Тебе не нравится вот такой цирк, где животными? Нет, 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 нет. Мне не нравится жесткая дрессура, я с ним работала, поэтому не приветствую. Это зомби. Возвращаясь в цирке клоунов, у меня в детстве, вот, принято было. Ты не уходи, тут сейчас, разруха началась. Просто я в цирк на фонтанке детства, я хотел, как все ленинградские дети. Но, знаешь, есть такое представление, что есть номера, а между номерами, как бы, пока там ковры раскатывают, клоуны там что-то делают. Для меня номера это были клоуны, а все остальное это было между. То есть, клоуны, они это самое. Да, ну ладно. Ну хорошо, значит, Господь Бог предоставил карт-бланш товарищам двуногим, сказал, что сейчас вы царе природы. Окей? Они были при Адам и Ева, просто они, животные, не трепетали. И человек не употреблял их в пищу. До потопа был запрет на употребление в пищу животных, а здесь он открывается. Видишь, все движище, что будет вам в пищу, как зелень травную, то есть зелень травную до этого было, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешь. Ну, то есть, киннебаризм отменяется. Киннебаризм, да. Но текст по-разному понимаешь. Если душа такая бааа. Мне кажется, живьем нельзя есть. Да. Трудный момент, можно какой-то трактировать. Нет, ну дальше начинается, что там взыщу кровь, в которой в жизни. Вот, здесь начинается форма, я вас прикрою, я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки, от руки брата, брата его. Ну, как бы. Ибо, можно проложить как бы другую цитату, ибо, в общем, около 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 зуб за зуб, крупкая, татарская поговорка. Ну, да. Здесь, на самом деле, дается впервые заповедь «Не убей». Ее до этого тоже не существовало. Хотя Кайна Авеля уже убил. Но вот так вот открыто о том, что нельзя убивать и проливать человеческую кровь, это сказано впервые. Нет, ты не мечтаешь, пропусти срочку. Кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. То есть, ты понимаешь? Да. Страшная мысль. Нет, да, это страшная мысль, но это единственная причина, на самом деле, почему убийство считается убийством. То есть, скажем так, вот есть так размышлять просто, почему убивать плохо. Скажем так, все считают, что это плохо, но почему? Вот в чем корень этого? И здесь, как раз, Боргес, совокупление из зеркала отвратительное, потому что они увеличивают количество людей. Это Боргес сказал. Да. В этом случае, в твоей тортовке, можно сказать, что необходимы какие-то вливания технологий в мир, чтобы немножко подуменьшились хотя бы до четвертой. Я это не утверждал. Я пытался просто поставить, скажем, философский вопрос, почему убивать нельзя, почему убивать это плохо, почему убийство это зло. Ты спрашивай о себе. Я спрашиваю тебя. Я как Синтарлес отвечаю, что кое-что бывает и на. Надо, и бывает надо, и болезнь уже нужно очищать, потому что количество преступлений на почве болезней, там ни вон, ни каких-то не агрессий, ни ревностей, болезней увеличилось в сто крат в мире. То есть в мире очень много больных людей, которые, прошу прощения к нашим телезрителям, вопрос должен быть рассмотрен. Если это персонаж, ничего не может создавать, он приносит только зло, вред и криминал в мир, и в принципе убийство или разврат или что-то еще, достойный ли он жить в социуме? Ну, вы скажете, давайте спрячем его навсегда, там уберем, сделаем репрозорий для всех этих шлашевших. Окей, нужно кормить, поесть, смотреть ли врачи, несетры, опять налоги, опять как быди, может просто в расход? Ну, это жестко. Так делали. Ну, так спорта еще и по-другому делали. Да. Это, я бы не стал в это сильно вдаваться, потому что это решается на уровне толерантности нынче, потому как совершив, лишив человека жизни, ты вешаешь клеймо на себя, на кого-то еще и так далее, и поэтому с этим клеймом в твоей системе координат можно выйти на очень плохую карму и стать грешником, переродиться, скажем, в другую душу и так далее. Поэтому на себя никто такой ответ брать не будет, я знаю, значит, они будут об этом бесконечно говорить. Если раньше расстреляемый взводу давали один холостой патрон, по звуку одинаковый, и стреляющий человек, 6 человек, знали, что, наверное, у него холостого не убийца. Вот эта фраза страшная, он говорит, что я вас защищу, потому как если будет убить человека, он может быть, если убьешь человека, ты может быть тоже убит, потому как вы созданы по моему образу. То есть, примитивно говоря, такие вещи, то есть, я готов и могу убить человека, и вы люди, я вам позволяю делать то же самое. Ну, стрёмно. Нет, нет, наоборот, здесь не позволяю. Единственная ценность, которая есть в человеке, в отличие от животного, все отличает от всего остального, что в нем есть божий образ. И посягательство на человеческую жизнь, это посягательство на божий образ. Как если бы мы взяли, не знаю, американский флаг, и тут растоптали его, плюнули на него и так далее. То есть, американский флаг, это же не Америка, правильно? Но когда мы, ну скажем, свою неприязнь выказываем к тому, что носит образ страны, как флаг, например, мы тем самым покушаемся на страну. Так вот, получается, что покушаешь на человеческую жизнь, ты тем самым получается, ну, самое плохое, что ты делаешь, ты покушаешься на божий образ. То есть, априори, я считаю, что мы с тобой говорим с этим словом, с этой колонкой АС-35, я с не ошибаюсь, крупный план сейчас делал. То есть, мы уже с тобой считаем, что ты меня во всем убедил, и считаем, что в каждом человеке есть искра божья, дух божий, который несет в себе внимание. Но ты это уже сказал сегодня, что в человеке есть что-то от Бога. Перемотаем, посмотрим. Перемотаем, не что-то от Бога. Я, слава Богу, лишний раз не говорил, он сказал, что есть высшие силы. Нет, такой фразы не было, точно не было. Что-то от Бога, такая абстракция бы не сказал, вряд ли. Ты, наверное, услышал желание о гоморре. Может быть, я задумал. Поэтому давай, если считаем, что ты предлагаешь свою схему уничтожения человека или потоп, или солома-гоморы, пепел и вулканы, только потому, что ты считаешь, что в каждом человеке душа божья, искра божья и так далее, поэтому это грех. Если мы это не рассматриваем, снимаем тему Бога, снимаем тему искры, тему души божьей, то получается, мы получаем стадо, получаем особей, мужской, женский, там еще какой-то среднего рода, третий туалет, шведский и так далее. Обезьян, да? Да, то есть мы просто получаем двумногих страны, одни из животного мира, волков можно отстреливать, поганых собак, которые в Магадане на детей нападают, можно отстреливать, а вот этих придурков, которые ходят в воде. Крыс вообще можно бить, тараканов. А вот это гопотая дебила, которая нападает на девушек, таскает в руках заточки, их как бы нельзя трогать, а разница никакой. Это радикальное для меня выражение, мы сейчас начинаем играть словами, но в принципе, в какой точке отсчета, если же мы хотим сделать мир лучше и чище, от чего-то нужно избавляться. И это к Богу не имеет никакого отношения, да, скорее имеет отношение вот к этому. Ну смотри, насчет геноцида, насчет сумасшедших, насчет того, что надо избавляться. Ты говоришь, что люди эту мысль, они думают, но им страшно к ней подойти. Да, да. Но историю, которую мы прочитали, это история про это, про то, что человечество настолько развратилось, что Бог нашел всего лишь ноя праведного вроде своем, а всех остальных, ребята, простите, вы сейчас как бы отморозки с заточками, досвидос, а вы давайте как бы заново всех производите. Но внимание, ребята, убивать друг друга нельзя. Почему? Потому что в каждом из вас есть божий образ. Вот чем мы, я, кстати, когда говорю, что человек просто шел от обезьяны, меня вообще ничего не смущает. Потому что я смотрю на человека, реально обезьяна. Но все-таки, кроме обезьяности в человеке есть все-таки какая-то божья искра. То есть что-то, ну, когда человек, когда человек, Бог твой человек, он вдыхает от него дыхание жизни. И вот что-то от Бога есть. И я считаю, что, ну, это и есть ценные в человеке. Все остальное, ну, как бы, а что? Все остальное, как и обезьяны, как у любого другого животного. Там пищеварение, не знаю, зрение, слух, там, все что угодно, зубы, ногти, в общем. Все как у других животных. Но вот есть что-то от Бога. В том числе способность, ну, там, свобода, способность к творчеству. Кстати говоря, Бог творец, человек тоже немножко творец. И вот это убивать нельзя. То есть не, как бы, не, вот когда ты убиваешь человека, ты убиваешь именно это. Вот что-то особенное, что у него есть от Бога. Ох, тут нельзя об этом спорить. Нужно, как бы, обмениваться мыслями, потому что доказать то, что ты говоришь, это невозможно доказать. Нет, это исключительно вера. Мы в это верим, что такие. Да, то есть верить и доказать разные вещи, правильно? То есть я в это верю, доказать не могу, но это я в это верю. Вера доказывается исключительно личным опытом. Ты, как бы, когда ты веришь, ты совершаешь какие-то шаги, связанные со своей личной верой, и ты себе это доказываешь, а другим это не доказываешь. То есть для тебя это, может быть, свидетельство, а для других нет. То есть вера, это вещи индивидуальные, правильно? Да, да, очень личные даже, да, конечно. В чем эта функция? Ты сейчас очень правильно ведешь корабль или своей церкви, как бы, работа с театрами. Ты нашел доходчивый язык для людей, что можно через театр, через акты, через концерты, через очень простые пробки. Скажи людям простым языком, вот этот талмуд, который люди не отрывают. Очень правильно, это передача тоже про это. То есть мы, ведь, ну, как бы, у нас нету, ну, скажем, в этих вопросах нельзя поставить точку. Нельзя. В этих вопросах можно только пуститься в размышления, иногда бесплотные, иногда, как бы, размышления, которые начинаются и не заканчиваются, иногда они там продолжаются в поезде, там, с пинтером, ну, да, пусы, и так далее. И они, ну, через всю нашу жизнь, поэтому, ну, если говорить, в чем мое, ну, вот, подтолкнуть, поставить вопрос. У меня то же самое. То есть если мы сейчас нашу передачу зафинарируем таким образом, очень простым, что я считаю, и то, что доказываю людям, ученикам и студентам, что есть некие силы, высшие силы, ну, высшее, может быть, слово, есть некие мощные, огромные силы, которые, которых мы никогда не сочетаем. Это настолько, настолько нам не влезает в голову, ну, как, например, начало вселенной, большой взрыв, да, когда все было сжато, где мы сейчас с тобой живем на всех планетах. Когда ничего не было. До размера точки, в книжке, вот такой точке. В этом были и солнце, и галакси, и все остальное. То есть сжатие энергетическое было, но это нам в голове не уложилось. И вот этот большой взрыв, это все, полетел и стало формироваться. Были сжаты и атомы, и молекулы, и электроны, было сжато все. Это было не мере ничего. Да. Было еще хуже. Нам это не представить. Ничего, ничего не бывает. В том-то и дело, что в физике современной говорят, что не было ничего. Это очень парадоксально, но так вот получилось. Мы доказываем в белом шуме звука, во-первых. Это отголоски большого взрыва. Он все еще доносится до нас, когда пошли там, в мере, в кем-то, в ме-то, в ме-то. Нет, что большой взрыв, я как бы не берусь с этим спорить, но до большого взрыва не было ничего. Вот как бы не было ничего, а потом, считается, 13,8 миллиардов лет назад произошло то, что произвело материю, энергию, пространство и время. Так вот, давай не до нее прощать историю, потому что один человек, будет там 7,5, во лбу, 6 руки и многоносатый, огромный, наш Господь Бог, который может называться в разных религиях, по разными именами, он такое создать не может. Он может при этом присутствовать, и мы можем найти себе помощника, ответчика, героя, какую-то силу, кому можно обратиться, потому что абстрактно обращаться к чумам вселенной нам неудобно. А кто, а Бог не может, а кто может создать тогда? Вот вопрос. Мы можем надеть на все вопросы? Нет, я как раз тот, кто создать это не может, я не хочу называть Богом, я Богом называю именно Того, кто был до того, как ничего не было. Знаешь, как начинается, кстати, Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была, смотри, 4 слова, безвидно, пуста, тьма над бездною. Все эти слова означают ничего, 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 ничего. Четыре раза повторяется. Безвидно, пусто, тьма над бездною. Искал Бог, да будет свет, пусть это будет большой взрыв, и стал свет. И дальше все, процесс запущен. И как раз это одно из определений Бога, того, кто все как минимум запустил. А к кому обращаются, кто это, я не знаю. У всех, конечно, это очень лично. Нет, я нужна телезрительница, которая занимается большим взрывом, и считает, что это рожда селена, они обращаются ни к кому. Ты очень хорошо хотел зафиналить, сказать, что мы занимаемся одним делом. Так, каким же? Я призываю людей, иносказательным, очень корее, может быть, образом, на занятиях, в работе, на спектаклях, с аудиториями, сказать себе, что мы тут не главные. Есть более главные вещи, которые нам диктуют в конечном итоге самые лучшие поступки, самые лучшие формы существования, и нам нужно их слушать, а не думать, что мы тут одни живем, и мы себе самое главное командире, мы делаем, что хотим. Существует советчик, огромная сила, нужно таки прислушаться, тогда у вас будет осаночка поаккуратней, и голос потише, и меньше будете выпендриваться. Поэтому это там, наверху, живет наш учитель. Зафиналин. Спасибо. Но еще игра. Вот что мы делаем. Я называю героев какого-то произведения, а ты говоришь, кого из известных актеров ты бы взял на исполнение этих ролей. Может быть, из каких-то деятелей, не только актеров? Давай, не только актеров, да, давай. Кого угодно можно брать. Первое – это Адам и Ева. Нижинский и Миришнайдер. Почему? Потому что один писал в дневнике Богу, отчитывался в конце своей жизни, кто сошел с ума о том, что Бог ее предал. Ну, Миришнайдер, она мне очень нравится. Тогда ее нельзя снимать во всех исторических фильмах наших. Хорошо. Я бы знаю, кого я бы позвал, но на роль змея-искусителя. Я бы позвал тебя. Ты бы кого позвал? Кстати, себя тоже можно, почему нет? Нет, я позвал бы другого человека. Я позвал бы Клаус Мари Брандаур, такой немецкий актер, который играл в «Мефисто» в фильме «Мефисто и Штеносабо». Хитрая рожа, вот рожа, вот его туда. Чисто из-за лица, из-за внешности. Ну, да, да, как он играет, как он описывает круги, как он извивается в кадре, как он, это вот типичный змея. А вообще, вот, скажем, произведение про Адама и Евы и «Искушение». Вот в твоей интерпретации это было бы пластические театры? Как бы ты это представил? Мы-то делали эти сцены очень смешные. Ну, картинка такая наработанная, свисает змей, но дело в том, что как бы понимают, видимо, язык змеиный. То бишь, они какие-то буддисты все-таки, я дам ее. Змею что-то нашептал, он говорит, а, яблочко скажете? Ага. В какой ветке? А, в франции. То есть у них, они о чем-то говорили. Уже пальцем змеи показывают. Он нашептал, я понял тебя. Да, это был хороший таинный солнце, очень интересный. Сама форма, очень узнаваемое дерево, это красиво, висящее товарищи. Змею, это просто очень красивая история. Там было развитие, что крутое. Открыстил один, свой второй. Грех, желание, все пошло, плоть гуляет, еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек. Дело вообще пошло так, что просто, а потом, ну, что ты больше меня-то съел, ты что-то? И у них начинается золотая, и начинается драка, и начинается убийство. Убийство валяется, огрызок все. Лежат два трупа. Ну, перекусил немножко, надо было делиться, сидеться надо. Потом, когда начинается агрессия и половая, как бы, и живот валяющая, начинается повышение температуры, а там можно ошибиться. Хорошо. Кайн и Авель. Два брата, драма, один завидует другому, один праведник, второй, как бы, тоже праведник вроде, но зависть заставляет его пойти на убийство. Олег Дали и Смоктуновский. Вот, кто из них, кто? Я думаю, что Смоктуновский все-таки Авель. Его вот эта легкость такая. Он, правда? Не может быть, я так и думал, вы знаете, вот, надо быть его. Хорошо. Герой сегодня, сегодняшнего чтения, мой. Человек праведный, вроде своем. Я, если бы, сыграл бы Яр, покойный, который играл, в Савересе, он сыграл бы очень хорошо. Наверное, Бруно, кажется, заняло бы. Хорошо. Мария и Иосиф, родители Иисуса. Мария, молодая девушка. Иосиф, скорее всего, постарше, сильно. Это родители, да? Родители Иисуса, да. Вот они идут Вифлеем, чтобы переписаться. Я думаю, это уже очень внятный, конкретный мужчина. Такая интересная проявилась деталь в Библии. Он очень богу послушный и на протяжении всего библейской истории не говорит ни одного слова. То есть, ни одного слова не проронил. В отличие от многих других героев. я не помню фамилию, мы сейчас вспомним, это безногие актеры, игравшие в Белом Солнце пустыне, а по-люминиски вам ребята не дам. А, Блин. Вспомним, вот это папаша. Да, да. Перемься, офицерьё, там, пьяный, вооружённый, а он сидит и рулит ситуацией. А Мария? Должен быть очень мощная и абсолютно не циничная женщина. То есть, это не сегодняшние актрисы прожжённые. Это система 50-х годов, 60-х годов. Из светлых Оля Лапшина, которая поет песни церковные замечательные. И крутейшая актриса невысокого роста Ольга Лапшина. Иисус Христос? Марло Мрандо подлец. Потому что вот тройное существо, лживое, прокуренное, пропитое, одновременно входит в кадр и становится святым, он вообще не знает, кто он такой. Он ничего не будет играть без трех миллионов во-первых. Он, у него удивительно, что он делает из человека? Ему верить, не верить? То есть, в нем не будет назидательности, в нем не будет попытки прочитать, как у Лодичкин не будет происходит в кадр и будет Христос. Марло Мрандо Христом. И последнее. Кого из библейских героев ты бы хотел сыграть? Все-таки, наверное, Адама. Потому что я бы хотел чувствовать себе происхождение. Что я пойму, что я грешен на какой-то цепочке. Я хочу сыграть не соль Адама, а продолжение рода. Какого-то. И когда в меня вдувает жизнь. Вот тогда, может быть, наш разговор придет к тому, что я скажу, да, это существует, и здесь нет ничего пустого. Спасибо. Спасибо. Антон Адасинский. Спасибо. Евгений. Спасибо.